Лента «Где ты, Адам?» теперь в Бресте. Фильм уже успели посмотреть зрители во многих уголках мира. Кино о жизни афонских монахов вызвало бурный интерес у публики. Теперь прикоснуться к этому чуду смогут и брещане. Премьера нашумевшая, несмотря на то, что тема достаточно специфическая. Однако люди стали собираться в фойе еще задолго до показа. Администрация кинотеатра предоставила для показа ленты «Где ты, Адам?» малый зал. Главное «но» с условием соблюдения нормы рассадки. Считанное мгновение и публика погружается в удивительный мир быта и традиций монастыря Дахиар на западном побережье горы Афон в Эгейском море, отданного в исключительное пользование монахам восточного христианства. В течение без малого пяти лет вела съемка «Жизни монахов», что является маленьким чудом и необычным доверием к создателям фильма. Ведь в монастырях действует запрет на видеосъемку. Однако авторам хотелось показать душу, то, что находится в сердце этого огромного комплекса. В первую очередь люди со своими эмоциями и своими жизненными историями. А еще природа с манящими видами и удивительной мощью. Данный проект в любом случае найдет своего зрителя. Понимая все нюансы, мы попытались как-то и время подобрать более лояльные, понимая публику, которые посетят данный проект. И по заявленным сеансам мы на сегодня планируем показывать четыре дня. Как только востребованность будет продолжаться, прокация, соответственно, будет увеличиваться. Фильм «Где ты, Адам» будет в прокате еще несколько дней. Лента включена в афишу, поэтому у всех желающих есть возможность подобрать удобное для просмотра время. Кроме того, с 28 января в прокате появилась драма «Зоя». Кинокартина рассказывает о судьбе известной партизанки Зои Космодемьянской. Попадая в засаду, а после и в плен, девушка не сказала врагам ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другими группами. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая советским солдатам дойти до Берлина. Каждый, кто оттуда возвращается, уже другой. Внутри другой. В афише кинотеатра «Беларусь» еще ряд интересных, не менее захватывающих премьер. Так что провести выходные в городе можно не просто интересно, а разнопланово.